Да. Так, кондиционер. Хорошая мысль. Кому не дует, меняется местами. Так, ну давайте сейчас мы озвучим это, кондиционер давайте попросим, чтобы выключили. Так, все, команда пошла, так сказать, наше, понимаете, любое наше желание, тут же, так сказать, на него высшие силы реагируют, так что сейчас что-то будет меняться. Еще раз хочу подчеркнуть, вот эти моменты, они очень важны. Скажите мне, что, какие эмоции сильнее всего закрывают нас от любви? Уныние. Уныние. Вот смотрите, у меня был волгоградский семинар. После волгоградского семинара мне девушка пишет письмо. Она говорит, у меня было перед семинаром куча обострений, и с желудком, и говорит, про мочеполовая инфекция, с кишечником, неудачи, неприятности на работе, унижения. То есть полный пакет чистки перед семинаром я получила. Потом я приехал с матерью на семинар. На семинаре я летала. Ощущение было полета любви, как будто солнце светило вокруг. У матери было ощущение то же самое, полета. То есть семинар, так сказать, просто, так сказать, нас сделал другими людьми. Потом мы вернулись. И через несколько дней опять начинает вылезать уныние, недовольство, обиды, раздражение и прочее. А через две недели у матери заворот кишок. Начинается операция. Она говорит, я написала, что я приму ее смерть, я все принимаю. Она молилась. Мать выжила. Врачи сказали, осталось жить несколько часов. Мать выжила, пошло улучшение. Проходит еще несколько дней, 5-6, и опять рецидив идет. И опять у матери заворот кишок, и опять осталось жить несколько часов. Она говорит, я опять молюсь и хочу у вас спросить, что мне делать. Я ей позвонил. В принципе, предположения подтвердились. У матери было накоплено и уныние по жизни. Причем достаточно долго. И в молодости, и во время беременности. Она все это накапливала, запихивала внутрь. И рано или поздно это должно было выйти. Она приезжает на семинар. Она должна внутренне отпустить все, все свои привязанности. Все ложные маяки отбросить. И она должна четко жить только вот, так сказать, ощущение единства с Богом, любовью. Все остальное можно потерять. Если же хоть малейшая тема гордыни сохраняется, если малейшее ощущение правоты, справедливости, превосходства, осуждения, то тогда корни остаются. Уныние не преодолено. И тогда оно не трансформируется через любовь. Оно идет чистка, просто выбросом. И вот у нее пошел выброс, и заворот кишу. И что получается? Что уныние является одним из самых опасных, можно сказать, грехов. Если не самые опасные. Я говорил, что дьявол стал ангелом, когда стал унывать. Так только мы утрачиваем устремление к Богу, единство с Ним, мы начинаем устремляться к миру. Начинаем прицепляться к Нему. И Бог разрушает окружающий мир. А поскольку мы еще не видим, кто разрушает, просто мир рушится, мы начинаем испытывать уныние. И если это чувство не преодолевается, накапливается, то потом, рано или поздно, душа должна очиститься. Душа должна очиститься обычно когда? Когда дети на подходе, чтобы они не погибли. Или, так сказать, когда прошел определенный срок, и нужно готовиться к следующей жизни. Или когда приходит Божественная энергия. Христос четко и понятно назвал этот этап Царствие Небесное. Так вот, Царствие Небесное пришло 2000 лет назад к народу Израиля, и от государства ничего не осталось. И народ был большей частью истреблен. Сейчас Царствие Небесное походит к нам. Есть признаки этого. Значит, что получается? Тот человек, для которого себя отождествляет с чем угодно, но не понимает, что он есть любовь, тот человек, который накопил грехи, то, что называется, он должен за это ответить. Он либо преодолевает внутри себя эту проблему, либо она вылезает и превращается в болезнь и смерть. То есть к одному Царство Божие приходит как счастье и здоровье, а второму как болезнь и смерть. И что получается? Я просто пытаюсь понять Божественную логику. И тоже при косновении с такой энергетикой идёт чистка на уровне смертельном. А теперь представьте, если это реальная будет Божественная энергия, что тогда будет с нами? И здесь очень важный вопрос. Да, уныние – это страшная вещь, одна из самых опасных, один из самых опасных грехов. Что такое уныние? Кто мне скажет? Неприятие Божественной воли. Что такое уныние? Ещё другое определение. Недовольство собой. Недовольство собой. Что такое уныние? Потеря Божественной воли. Недовольство другими. Что такое уныние? Неверие в будущее. Пессимизм. Крах планов. Пессимизм. Отрицание Божественной воли. Отрицание Божественной воли. Что такое? Это отказ от любви. Это отказ от любви. Отрывание получительное. Потеря смысла. Потеря смысла. Вот вы уже начинаете подбираться. Что такое уныние? Убийство себя. Убийство себя. Это уже конечное, завершающее. Когда форма важнее содержания. Когда форма важнее содержания. Ну, в принципе, элементы этого присутствуют. То есть, форма важнее содержания – это система ложных целей. Ну, потеря цели, наверное. Потеря цели. Ну, я же вам подсказываю, подсказываю. Дело в чём. Я вам говорил, что человека делает сильным цель. Почему человека делает сильным цель? Энергии больше. Энергии больше. Сила – это есть энергия. Цель делает сильным, потому что она заставляет, провоцирует нас, помогает нам освобождать энергию. Когда энергия падает, когда мы отказываемся давать энергию, это есть уныние. Вот я хотел прийти в магазин и купить что-то. Прихожу, а там нет. У меня уныние. Цель утрачена. Логика простая. Уныние перерастает, сначала мы утрачиваем цель, и у нас падает энергия. Потом пессимизм. Что такое пессимизм? Это неверие в систему. Дают одну цель, другую. Я говорю, да нет, нет, нет. То есть пессимизм – это отказ верить в цели, каким-то целям. Так вот, пессимизм и уныние – это и защитная функция организма. Кто скажет, в чём защита? От лишнего выброса энергии, которая нет. Это от лишнего выброса энергии, от неконтролируемого. От неправильного. От неправильного. Вот смотрите, разбежался человек, побежал головой щёлк об стену, не получилось с первого раза пробить. Разбежался ещё щёлк. Ему говорят, повремени. Он говорит, нет, я буду биться до конца. А у второго рядом уныние. Он говорит, нет, что-то нехорошо мне, не буду я это делать. Поэтому уныние является защитным механизмом, как и страх. Страх и уныние ходят рядом. Это есть отказ от цели. И вот здесь очень важный момент. Человек, который живёт чисто в человеческой логике, он обречён на уныние, потому что вся система человеческих целей, она рушится. Он чувствует, что всё равно это он потеряет. Поэтому возникает уныние. Вот такое было у Льва Толстого, который говорил, я всё равно умру, зачем я живу? И он говорит, я не хочу жить. Вот я, так сказать, перечитываю его исповедь. Потрясающая, так сказать, вещь. Так вот, уныние – это есть отказ от цели. Но когда вы живёте в человеческой логике, вы обречены унывать. Если же вы идёте к Богу, поскольку Творец вечен, то любовь к Богу, как таковая, не может вызвать уныние. Потому что эта цель вечная. Единение с Творцом выходит за пределы времени. Поэтому, пока у нас есть личное устремление к Богу, у нас уныние, по сути, быть не может. Как только мы утрачиваем личное устремление к Богу, автоматически сразу появляется уныние. Тут же идёт сброс на другие цели, тут же эти цели колеблются, я понимаю, что я их потеряю, и жизнь я потеряю, и всё, что я имею, я потеряю. И возникают уже моменты уныния. Тогда, чтобы вот эту систему стратегических целей, я понимаю, что я потеряю жизнь, что мои способности уверяют, красота, всё, что угодно, сила, тогда я переключаюсь на то, что вот реально, вот они деньги, я их имею, я счастлив. Я хочу заработать много денег, я хочу занять положение в обществе, я хочу иметь власть. И я стремлюсь, и на этом отрезке я счастлив. Я стараюсь не думать о стратегических целях, потому что тогда они у меня вызывают уныние. Поэтому человек, утративший личное устремление к Богу, обречён на уныние, и дальше он начинает искать систему целей других. И потом всё равно эта, так сказать, удавка, она становится... Чем сильнее я чувствую, что мои стратегические цели рушатся, тем больше я переключаюсь на тактические, цели. Я начинаю жить ими, потом я их теряю, ещё на более тактические, и всё сводится уже к чисто животным инстинктам. Секс, еда, деньги, выпивка, власть и так далее. Это образ жизни преступника. Так вот, это образ жизни, который живёт нынешняя цивилизация.